С нами на связку Игорь Яковенко, медиаэксперт, журналист. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Что ж, наблюдаем мы все за походом Легиона Свобода Россия. И хотелось бы вот что спросить. Вот Путин сегодня пытается, в Кремле пытается делать вид, что ничего не происходит. На самом деле, можно ли как-то понимать или иметь понимание, на самом деле, насколько стревожены такой информацией, таким рейдом сегодня в Кремле, насколько это опасно для режима, или все же пока еще эти области, так как они далеко от России, не сильно оно все влияет на общую ситуацию? Ну, во-первых, сказать, что в Кремле делают вид, что ничего не происходит, этого сказать нельзя. Потому что вот в выступлении, вот в этом триумфальном выступлении Путина, о котором он, так сказать, предстал как триумфатор, как, что называется, носитель этого пожизненного пятого срока, он как раз, ну, он, правда, в основном говорил о русском добровольческом корпусе, под ним подразумевая все то, что все те вооруженные силы, которые из числа российских добровольцев, которые и составляют определенную угрозу. То есть он назвал, что это четыре добровольческих объединения, назвал численность, не знаю, насколько она соответствует действительности, но это свидетельствует о том, что он довольно глубоко погружен в эту проблематику. Он очень много говорил о том, сколько они потеряли, сколько они теряют. Вот подробно, то есть они там достаточно серьезно в Кремле занимаются этим, и Путин продемонстрировал вовлеченность. Не знаю, насколько он действительно владеет цифрами, но, по крайней мере, он продемонстрировал то, что в Кремле не то не просто следят, а очень пристально следят, и там были такие интонации очень угрожающие. Он говорил о том, что это изменники, это предатели, это власовцы, и вот судьба их будет такая же. То есть, короче говоря, ну, как обычно, грозил. Какие-то интонации у него проснулись с 99-го года, когда он грозил террористов мочить в сортире. Ну, примерно так. То есть без сортирной терминологии, но примерно так он к этому отнесся. Я думаю, что в отличие от всей остальной оппозиции, Путин понимает этот язык, на котором говорят представители российской вооруженной оппозиции. Он понимает язык силы, он понимает язык оружия, и поэтому он серьезно к этому относится. Хотя на сегодняшний момент говорить о том, что вот прямо сейчас эти отряды, вооруженные отряды добровольцев российских представляют какую-то серьезную угрозу путинского режима, конечно, говорить преждевременно. Это заявка. Это заявка, это разведка боем. Они заходят, тут можно говорить об их тактике, как тактике тысячи порезов, которая обескровливает врага. Можно говорить о том, что это отвлечение вооруженных сил, оккупантов от каких-то важных направлений, там от Купинска, например, еще откуда-то. Можно говорить о том, что это в какой-то степени заявка о себе, то есть это можно говорить о пиар-акции в хорошем смысле, потому что на самом деле то, что они делают, они привлекают к себе внимание, и это в значительной степени приводит к тому, что они могут укрепляться, они могут укрепляться, потому что, конечно, задача им не остаться на том уровне, в котором они есть, потому что их цель, о которой они говорят, их цель – это поход на Москву, это смена власти, и это может быть осуществлено только в случае, если они, ну, скажем, на порядок увеличат свои силы, а то и не на один порядок, то есть на самом деле речь идет о создании российской добровольческой армии, которая в состоянии выполнить такую задачу, а это увеличение, ну, в несколько раз, так мягко говоря, в несколько раз, во много раз силы, то есть для этого необходима действительно армия, настоящая армия. Вот до этого далеко, надо прямо сказать, что для того, чтобы это произошло, необходима концентрация нескольких политических волей. Во-первых, нужно, чтобы на это стали работать, стала работать вся российская оппозиция, потому что мобилизация, это мобилизация, ну, прежде всего, граждан России, на то, чтобы они вступали вот в эти вооруженные отряды, это тяжелая, большая работа. К этому российская оппозиция в основном не готова. Есть форум «Свободная Россия», который, в принципе, поддерживает вот эти все добровольческие отряды, но там недостаточно. Основные силы российской оппозиции к этому относятся как к чему-то чужому и занимаются ерундой, прямо скажем. Вот, значит, здесь нужно, чтобы была политическая воля военного и политического руководства Украины, а ее нет по очень простой причине, потому что военное и политическое руководство Украины по-прежнему не доверяет, ну, вот доверяет этим ребятам, небольшому их количеству, но не доверяет в целом россиянам и испытывает естественные опасения по поводу того, чтобы в составе ВСУ было сконцентрировано большое количество вооруженных россиян. Вот, но необходимо сломать этот лед недоверия, и это тяжелая работа политическая. Ну и, наконец, должно быть политическая воля Запада, потому что в основном Запад не хочет полного разгрома, уничтожения и падения путинского режима. То есть, на самом деле, это отдельная история. То есть, концентрация вот этих трех политических сил, политических воль, это тяжелая работа. Пока я не понимаю, кто к этой работе готов. Поэтому пока это все, в общем, некоторая заявка, это некий потенциал, это зародыш, который указывает то направление, на котором может быть уничтожен путинский режим. Но пока это именно потенциал. Как он будет реализован, пока не очень понятно. Еще интересно, говорят также представители Легиона Свободы России, что у них есть контакты с разными политиками, чиновниками, с депутатами Госдумы, что с ними сотрудничают, передают ценную информацию. И здесь такой еще вопрос. А вот, наверное, если бы Путин мог, он бы вообще бы не дал зайти Легиону, чтобы какие-то люди пришли с рейдом, освобождать Россию в такой важный день, день выборов. То есть на Верика, наверное, он просто не может это сделать, потому что не хватает сил. И вот этот фактор, что нету сил, вторая армия мира уже давно не вторая, сколько он будет влиять, чтобы все больше людей в окружении Путина были готовы сотрудничать вот с этими людьми? Или это никак не влияет? Я думаю, что... Я думаю, что это в какой-то степени скорее всего выдавание желаемого за действительное. Я не думаю, что кто-то в Государственной Думе сейчас сотрудничает с Легионом Свободной России. Это крайне маловероятно. Просто информация об этом сотрудничестве, она довольно быстро стала бы известна ФСБ, и судьба такого депутата она была бы печальна. Идет информационная война. Легион Свободной России участник этой войны. Так что я с пониманием отношусь к тому, что они так говорят, но всерьез к этому относиться я бы не стал. Значит, что касается вашего второго утверждения, почему Путин не предотвратил заход российских добровольцев на территорию России, потому что Россия не занималась созданием границы никогда. Когда рухнул Советский Союз, была советская граница, она была укреплена, но российско-украинской границы никогда не было, так же, как никогда не было российско-казахстанской границы. Ее просто нет. И там нет укрепленной границы. Там ее пешком можно перейти и, в общем-то, не заметить этого. Так же, как не существует российско-казахстанской границы. Россия, если Украина пыталась думать о том, как сделать, как укрепить российско-украинскую границу, потому что видела угрозу со стороны России и продолжает это делать, то Россия не занимается укреплением российско-украинской границы, потому что никогда в голову никому не могло прийти, что со стороны Украины какие-то вооруженные силы могут перейти границу и направиться вглубь России. Такая идея была настолько чужда российскому уму, что никто не представлял себе, что в Украине может кто-то начать вооруженным путем вторгаться на территорию России. Российские границы абсолютно не защищены, поэтому вот эти добровольцы они совершенно спокойно пешком туда заходят и продвигаются столько, сколько надо. Вот, другой вопрос, что у них не хватает сил для того, чтобы, например, взять Белгород или взять Курск или взять Брянск, тем более удержать его какое-то время. нет, на это сил нет пока. Пока. Поэтому вот это все в перспективе. Ну, а так, в общем, как бы, у меня нет ни малейших сомнений, что если бы Украина, например, ставила задачу, то какие-то серьезные восковые соединения украинских вооруженных сил могли, в общем-то, дойти до Белгорода, захватить его. Другой вопрос, что с этим делать дальше? И насколько это отвечает интересам вооруженных сил Украины? Думаю, что нет. Такой задачи нет. А так, в принципе, это была вполне достижимая задача. Другой вопрос, что там сразу возникает масса чисто военных вопросов, возможности окружения, котлы и прочие всякие вещи, о которых я предпочитаю не говорить, поскольку не являюсь военным экспертом. Но в целом граница России не защищена. И, кстати говоря, Пригожин это убедительно доказал, что сравнительно небольшими силами можно захватить такой большой город, как Ростов, а потом взять и пойти совершенно беспрепятственно маршем справедливости на Москву. Но другое дело, то, что удается Пригожину, вряд ли удастся какому-то воинскому формированию, которое не является, не воспринимается как часть путинского режима. Это отдельный разговор. Но тем не менее границы России не защищены. Временем Путин мечтает о том, что будет санитарная зона в Украине. Ну и, конечно же, как еще не успел победить, как уже рассказывают, что будет третья мировая. Но по словам Пескова, эти выборы, которые были, это просто нечто уникальное. Говорить, что абсолютная победа Путина, консолидация вокруг его пути. Почти 90% голосов, как часто прогнозировали эксперты, есть что-то уникальное в этих выборах? Что вы самого главного увидели и поняли? Да, мы видели разные поджоги, разные такие одиночные протесты, но наверняка это было и в прошлых годах, это же не первый раз, что люди приходят высказать свое недовольство. Что главного можно сделать, какой главный вывод из этих выборов? Ну, во-первых, сказать, что это какое-то уникальное явление, подобного рода имитация выборов на 100%, превращение выборов во что-то другое, но это было, это было в Беларуси в 2020 году, тоже были абсолютно фальсифицированные выборы, это примерно то же самое было в Таджикистане, если говорить о исторических аналогиях, ну, слушайте, проходили выборы еще более крутые в Северной Корее в 2019 году, ну, правда, там не президентские, поскольку там поста президента нет, но выборы вот в это народное собрание, там еще веселее было, там вообще людям, во-первых, там существует обязательное голосование, во-вторых, в тени с одним единственным человеком, и граждане Северной Кореи обязаны были опустить в урну этот бюллетень, и в случае, если они там вносили какие-то, то есть чего-то там черкали, то это могло привести просто-напросто к серьезным репрессиям, то есть там были выборы просто стопроцентные, с явкой 99,99 сотых, так что вот тут, что называется, есть куда развиваться, что касается, вот все-таки возвращаясь к этому, что там уникального, ну уникально во-первых, то, что эти выборы проходят на пяти оккупированных территориях, тоже так, в общем, скажем так, не банальная история, уникально то, что значит, ну фактически эти выборы проходят в условиях войны, но тоже в общем как-то не очень традиционно, вот, то есть, ну на самом деле я думаю, что это все-таки большой вызов сейчас западному сообществу по поводу того, что отмолчаться нельзя, надо все-таки принимать решение, что Путин не является президентом после этого после этого мероприятия, является узурпатором и самозванцем, я думаю, что это решение назрело, ну кстати, посмотрим, пока, пока вот заявление о том, что выборы нечестные, не свободные, но это как-то вяло, надо все-таки называть вещи своими именами, Путин узурпатор, Путин самозванец, он никакой не президент. Да, но еще один интересный момент, пишут также СМИ и аналитики, что Дованкоу побеждает Путина за рубежом, известно, что вот пишет член Совета движения Голос, Виталий Аверин, что проект Голосуй за рубежом проводил свои также подсчеты, и они написали, что наименьшее количество голосов Путин набрал в Познане 1%, в Гааге, Варшаве 2%, ну и так далее, ну то есть проигрывает, но о чем говорят эти цифры, и как вы относитесь к тем людям, которые пришли голосовать за границу, потому что есть мнение, что они не должны были вообще выходить на улицы и показывать, что они готовы принимать участие в псевдовыборах, как должно было бы быть? Ну, мы с вами говорим, вы сейчас сказали все, что касается вот этой акции Полдин против Путина в целом, давайте уж тогда о ней в целом говорить, а не только о каких-то отдельных эпизодах, тем более упоминать, в общем, такую потешную фамилию, как Дованков, вот, я считаю, что все в целом эта акция является ошибкой. Это была большая, серьезная, крупная ошибка российской оппозиции, которая, к сожалению, абсолютным большинством своих публичных политиков, известных политиков, уважаемых в оппозиционной среде, поддержала эту акцию. Это ошибка. Участвовать в этом было нельзя. Путин, на самом деле, очень хорошо отыграл эту ошибку, он поблагодарил российскую оппозицию за то, что они помогли ему организовать явку, публично сказал большое спасибо, молодцы, вот, хвалю вас, что вы помогли мне явку организовать. Я, как президент, сказал Путин, считаю, что да, надо приходить, голосовать, не обязательно за меня, зачем за меня, вот, просто надо прийти, свой долг выполнить. Ну, фактически, вот, ну, что я могу сказать, свое время об этом, о такого рода поведении говорилось неприятным словом полезные идиоты. В данном случае ничего другого мне в голову не приходит. Полезные идиоты. Я понимаю мотивы, я понимаю все, что они говорят. Сейчас они говорят, что эта акция была крайне успешной, что фактически чуть ли не Путин там, я не знаю, на грани, там, я не знаю, так сказать, поражения, нанесли какое-то серьезное поражение Путину, там он в страхе забился в угол. Но ничего этого не происходит. На самом деле они помогли Путину организовать явку. Во всем мире увидели эти толпы людей около посольств, людей, которые хотят принять участие в голосовании. И после этого вот говорить о том, что не надо признавать эти выборы, а как их не признавать, если вы сами приняли участие, если вы сами призвали большое количество, действительно большое количество людей принимать участие в этом мероприятии. Если вы сами приходили на избирательные участки и голосовали, опускали вот эти бумажки в урну, ну и теперь как? Не признавать ваше участие? А куда девать ваше участие? Когда нам начинают скрещивать пальчики и говорить, что на самом деле мы пришли не принимать участие в выборах, а что пришли? А что голосовали? А что пришли на участки? А зачем в очереди стояли? Это у вас такое непризнание? Ну как можно с одной стороны призывать не признавать результаты, а с другой стороны принимать участие и лично голосовать? Ваш голос тоже нельзя считать? Тогда как вы вообще умещаете в одной голове две такие взаимоисключающие тезы? То есть это ошибка, это серьезная ошибка. Никакого кроме как иллюстрации, я не думаю, что акция оппозиции дала большой процент явки, потому что все-таки на некоторых участках, особенно на зарубежных, было действительно очень много народу, но в целом по стране, если считать, что в России было открыто 94 тысячи участков, я думаю, что в целом по стране большой процент явки это не дало, тем более, что в России явку тоже нарисовать несложно, в этом проблемы нет, сказать, что российская оппозиция действительно как-то повлияла на явку, нельзя, российская оппозиция повлияла на картинку, на восприятие, потому что по всему миру разошлись вот эти фотографии, эти видео огромных очередей, которые сама российская оппозиция старательно отбирала, находила, выкладывала в ролики и весь мир наблюдал, что действительно, слушайте, в России очень бурно голосуют, знаете, как голосуют, рвутся на участки, стоят в очередях, но как можно не признавать такие выборы, то есть это с моей точки зрения большая услуга Путину была оказана по легитимизации его, потому что, смотрите, от Дованков вот как раз вы упомянули эту комическую фигуру, значит, смотрите, есть же альтернатива, вот в упорной борьбе Путин победил, вы смотрите, как Дованков просто как лев сражался, оказывается, за рубежом, вот смотрите, как, в упорной борьбе, какие безальтернативные выборы, о чем вы говорите, там вот за Дованкова, как голосов, но он правда третье место занял почему-то, но не важно, важно то, что оказывается была альтернатива, можно было голосовать за Дованкова, какие проблемы, ну вот и голосовали бы за Дованкова, был бы не Путин сейчас, ну это всерьез воспринимается, нет, конечно, но зачем давать повод вот для таких вот рассуждений, зачем давать повод врагам демократии, сторонникам Путина, вот использовать такие аргументы, просто на ровном месте, ведь ясно, что вот это мероприятие, спецмероприятие по пятому сроку Путина, оно было абсолютно беззаконным, никакого отношения к выборам не имеющим, но зачем было, это была мертвичина, но российская оппозиция своими руками зачем-то сделала искусственное дыхание, рот в рот, и начала вдувать жизнь в это мертвое тело, на ровном месте. Это была ошибка, серьезная ошибка, к сожалению, не первая ошибка в российской оппозиции. Вместо того, чтобы сейчас всеми силами поддержать вот этих вот ребят, которые воюют с оружием в руках, и сказать, что главная цель российской оппозиции это создание российской добровольческой армии на базе вот этих вот подразделений, помочь им деньгами, попытаться объяснить и украинскому руководству, и европейцам, и американцам, что всяческая поддержка этих людей и создание больших серьезных условий для того, чтобы увеличить численность этих людей путем просто рекрутирования туда, может быть, за счет финансирования, за счет каких-то создания, так сказать, хорошего материального обеспечения, но создание вот этой российской добровольческой армии, которая ставит свою задачу уничтожить путинский режим, потому что такой задачи не ставят себе ни страны НАТО, ни Украина, они хотят освободить свою территорию, а уничтожение путинского режима не входит в их задачи, но входит в задачи вот этих вот российских добровольцев, и мне кажется, что вот надо было переключиться на эту задачу, а здесь, к сожалению, вот была поставлена абсолютно ложная цель. Вот о реакции, немножко мы говорили с вами, но вот собирают журналисты уже все реакции всех стран, в большинстве, как я вижу, они просто пишут вот МИД Польши, Чехия, Белый дом, они называют, что в России выборы, ну, явно несвободные и несправедливыми, все, как один, конечно же, не признают выборы на временно оккупированных территориях, но здесь появилась такая жесткая реакция Германии, они сказали, что правительство Федеративной Республики Германии не считает прошедшие выборы в России правомерными и не планирует признавать их итоги, заявила представитель немецкого Кабмина Кристиана Хоффман, она таки сказала, мы не признаем эти выборы законными, да, и журналист спрашивает, а как теперь, как вы будете называть Путина, она сказала, что, ну, пока у нас нету диалога между Берлиной и Москвой, поэтому такой вопрос, как его называть, у нас не стоит, но мне кажется, такая первая жесткая реакция, что будет, если не признают все, это серьезное намерение, как это изменит вообще ситуацию, не знаю, Путин больше разозлится, или это ничего не изменит? Нет, это, конечно, изменит, это, конечно, ну, скажем так, это серьезная история, конечно, после этого Путин там сразу не уйдет в отставку, не повесится и не отправится в ГААГу, нет, этого ничего не произойдет, и в таком состоянии можно, можно существовать довольно долго, но, во-первых, это сигнал путинскому окружению, что, в общем, ребята, имейте в виду, ваш, что называется, главарь уже объявлен вне закона, это важно, для понимания, так сказать, путинского окружения, для понимания тех людей, которые иногда ошибочно называются путинскими элитами, это первое, второе, что принципиально важно, это то, что, значит, все разговоры о переговорах с Путиным, они в данном случае уже отпадают, просто потому, что, а с кем переговаривать, это самозванец, узурпатор, поэтому это имеет значение, не решающий, это, скажем так, не смертельный удар по Путина, но довольно серьезное, довольно серьезное, скажем так, это понижение в целом его статуса, это важно. Что ж, будем, конечно, ждать и реакцию других стран, может Германия будет таким вот примером, но и главный вопрос, чего ждать после, Путин уже Третьей мировой заговорил, ядерное оружие уже там не раз доставал, что будет вообще с Россией, с людьми, с мобилизацией, мы увидим какие-то такие радикальные изменения, или пока все будет на том же уровне? Вы знаете, я думаю, что предполагать какие-то радикальные изменения, это означает основываться на несколько ложных предпосылках того, что что-то Путин не мог сделать до того, как произошла эта его спецоперация по пятому сроку, а вот сейчас у него руки развязаны, а у него руки были развязаны всегда. То есть, не существует никакой вещи, которую Путин не мог сделать до 17 марта, а вот сегодня 18-е, он может сделать. Такого нет. Эта ситуация не изменила возможности Путина, не развязала ему ни в чем руки. Да, конечно, какое-то инерционное сползание России, так сказать, в еще большее сгущение фашистской туманности, в еще большую диктатуру, оно будет происходить. Но, мне кажется, что самые важные изменения будут происходить по другим основаниям. То есть, вот то, что количество нефтеперерабатывающих заводов, которые повреждаются, уничтожаются, оно постепенно становится критическим. Вот было всего у России 36 этих НПЗ, из них 14 повреждены. Ну, не уничтожены, но повреждены. Вот это серьезно. Вот Россия сейчас втягивается, Европа втягивает Россию в гонку вооружений. Ну, вот это важно, это серьезно, это возможность надорваться. Вот Чехия нашла снаряды. Это выравнивает в какой-то степени, вот, уталяет снарядный голод, который испытывает вооруженные силы Украины. То есть, идут какие-то процессы, переговоры по отмене красных линий у европейцев. Это то, чем занимается Макрон, страны, Балтия, Польша и так далее. То есть, это вот важные вещи, которые могут приводить к каким-то последствиям для путинского режима. Вот это важно. Еще раз подчеркиваю, самое важное происходит на поле боя сейчас. Вот это главное, вот это решающее событие. А вот это мероприятие по спецоперации по пятому сроку Путина. Да, важно, но не решающе. Я так коротко спрошу, да, вот то, что на поле боя происходит. Мы там помним, что уже Кадырову привет передавали среди людей, которые сегодня на территории России пришли освобождать Россию, есть те, которые мечтают о независимой Чкерии. Как думаете, насколько здесь эта ситуация может быть опасной для Кадырова, тем более уже говорят представители Легионной Свободы России, что уже тикток войска некоторые попали под раздачу и также были уничтожены. Ну, знаете, я думаю, что судьба Кадырова очень тесно связана с судьбой Путина. И отдельно каждый из этих двух диктаторов они связаны одной веревкой. И теоретически может такое случиться, что путинский режим рухнет, а Кадыров будет пытаться искать себе спасение самостоятельно. А вот вероятность того, что Кадырова уничтожат при сохранении путинского режима маловероятна. Дело в том, что судьба Кадырова целиком производна судьбы Путина. Вот все-таки я бы на этом остановился. Поэтому пока путинский режим состоит, я думаю, что серьезных угроз для Кадырова вряд ли возникнет. Благодарю вас за важный разговор, за анализ всего, что происходит в России. Уверена, до новой встречи. Уже скоро в эфире будем обсуждать еще более интересные новости. Мы их ждем, в частности от Легиона Свободы России. Благодарю вас, Игорь Аковенко, журналист и социолог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин. Субтитров А.Семкин